Распродажа в магазине Элма. Цены от 5 рублей. Ждем вас. Брест, торговый центр, галерея Грант, первый этаж. В эфире итоговый выпуск программы Бугинформа. Я, Виктория Саченко, и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Что интересного нового произошло в городе Бресте. Информационных поводов было достаточно много, а потому выпуск будет многоплановым, насыщенным и, как мне кажется, достаточно интересным. Коротко о главных событиях. Глава украинской дипломатической миссии в Белоруссии Игорь Кизим познакомился с Брещиной. В обл. исполкоме прошла встреча дипломата с вице-губернатором Олегом Величко. Ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции будут проходить в городе до тех пор, пока на них будет спрос. Заявление мэра города Александра Рогачука во время мониторинга передвижных рынков, функционирующих в областном центре. Проезжая часть – место повышенной опасности. Как позаботиться о собственной безопасности и не проиграть в дорожной битве? Сотрудники областной госавтоинспекции занимают активную позицию в профилактике детского травматизма на дорогах. На текущей неделе в Бресте с рабочим визитом находился чрезвычайный полномочный посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим. В рамках первой поездки на Брещину руководитель дипломатической миссии встретился с вице-губернатором региона Олегом Величко, а также принял участие в культурных мероприятиях. Встреча вице-губернатора региона Олега Величко с чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Беларусь Игорем Кизимом стала одним из пунктов рабочей поездки руководителя дипломатической миссии в Брестскую область. Визит ознакомительный, однако с серьезным заделом на будущее. Вот уже не один год активно развиваются совместные белорусско-украинские проекты. Задача сделать сотрудничество как можно более разноплановым. Контекст сочетает в себе экономические, социально-культурные, туристические и образовательные аспекты. В Беларуси и Украина – независимые страны, близкие не только территориально, Сегодня это два хороших экономических партнера, у которых, кроме глобальных межгосударственных контактов, есть много совместных региональных проектов. Новым этапом становления отношений призван стать совместный бизнес-форум, который пройдет в Гомеле в начале следующего года. В отношениях прослеживается обоюдная заинтересованность, которую сегодня необходимо поддерживать. Я думаю, тут есть большие резервы, и я считаю, что они как раз лежат в плоскости усиления межрегионального сотрудничества, и этому должен способствовать в том числе и тот форум, украинско-белорусский региональный форум, который будет проходить, ну, на сегодняшний день планируется в марте 2018 года в Гомеле. То есть, фактически, это будет первый такой форум большой, межрегиональный, и я думаю, что там, ну, если все мы хорошо подготовимся, то и Брестская область достойно себя покажет. Визит в город над Богом Игоря Кизима не ограничился только официальной частью. Поездка носила и культурный характер. Высокопоставленного гостя встречал областной общественно-культурный центр, где проходил фестиваль украинской культуры спивуча Берастейшина. В последний раз Брест встречал музыкальный форум шесть лет назад, а потому это не просто праздник, а возрождение забытой традиции. Очень приятно сделать день на Берестейшине, которая, в общем-то, ну, всегда традиционно была близка к Украине, и даже по узорам, которые мы сейчас выделили на восьованках, я думаю, что и по песням, которые мы сейчас услышим, они очень близки белорусским. И вообще, белорусский и украинский язык, вы знаете, они самые близкие языки в мире, и это не я говорю, это ученые это доказывают, и поэтому мне еще более приятно быть здесь, в этом городе. Чем больше мы будем знать друг о друге, чем больше мы будем знать об Украине, чем больше в Украине будет знать о Беларуси, тем прочнее будет наше взаимопонимание и сотрудничество. И, конечно, это одна из целей сегодняшнего мероприятия. На сцене удивляли талантами известные коллективы и солисты Брещеное праздненство, которое объединяет народы, как и полагается, прошло широко. К слову, фестиваль приурочен к столетию провозглашения Украинской Народной Республики. Изучаем. У нас просто учительница, она сама из Украины, вот мы и все на украинском. Она самая лучшая. Нам предложили с детками поучаствовать, так как мы занимаемся фольклором и этнографией, и дети наши, мои детки, стихи, песни поют на белорусском языке и на украинском языке, на русском языках. Я так считаю, что чем больше языков знает человек, тем лучше для него и пригодится ему в жизни. Анастасия Наздин-Плотницкая, Виктория Осадченко, Эдуард Бакунович, Денис Величкевич, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции будут проходить в городе до тех пор, пока на них будет спрос. Такое заявление сделал сегодня мэр города Александр Рогачук во время посещения новой ярмарочной площадки у торгового центра «Экватор». Председатель Бресского горысполкома провел своеобразный экскурс по торговым рядам и ознакомился с деятельностью ряда передвижных рынков, а также стал участником праздника Московского района. Анастасия Наздин-Плотницкая расскажет подробнее. Начиная с последних выходных сентября в областном центре заработали ярмарки по продаже овощной и сельскохозяйственной продукции. В 2017 году такая форма выездной торговли перетерпела ряд эффективных преобразований, главной из которых – возможность приобрести овощи и фрукты по доступным ценам стало проще. Небольшие ярмарки развернуты во всех районах города, впервые возле торгового центра «Экватор». Насколько активна здесь идет работа, пользуется ли популярностью объект, радует ли ассортимент жителей ближайших домов, сегодня потенциал площадки оценил мэр города Александр Рогачук. Я еще раз убеждаюсь в верности нашего решения об окончательном переносе ярмарок с улицы Гоголя в новой части города. Это решение себя полностью оправдало, и сейчас мы уже думаем, как бы нам убрать школьный базар, так называемый, тоже с улицы Гоголя. И, скорее всего, школьные базары мы должны переносить именно в те районы, которые густонаселены, как вот микрорайон «Восток», как новые районы заречной части города. Что касается конкретно данной площадки, я очень доволен, что она себя полностью оправдала, пользуется успехом, и мы планируем дальше развивать и данную площадку в районе Грина. Здесь предполагается дальнейшее проведение массовых мероприятий, детских мероприятий. Рад, что хороший контакт у нас с представителем данной торговой сети, и рад, что этот магазин показывает пример социальной ответственности перед жителями нашего города. Что касается, собственно, ассортимента или цен, я думаю, что все здесь нормально, выбор большой. Ярмарка около администрации Московского района, по сути дела, имеет уже как нового клона вот в этом месте. Поэтому я доволен, эту работу будем продолжать. Сезон ярмарок закончим только тогда, когда посчитаем, что спрос будет удовлетворен уже полностью. Небольшая торговая площадка смогла собрать все лучшее, что сегодня представлено в городе. От привычных яблок, картофелей, капусты, до немного экзотичной для наших широт дыни. Ее, к слову, выращивают недалеко от Бреста. Жители микрорайона уже успели оценить преимущества местной ярмарки. И сегодня поспешили за покупками именно сюда. Картошку, морковку, капусту, все покупаю. И очень больше всех нравится вот здесь организация, это честное слово. Купить можно все и подешевле, и все сразу. Яблоки, капусту пока. Еще свеклу хотим с морковкой. Работа сельскохозяйственных ярмарок сегодня активно идет на всех точках города. Однако наибольший ажиотаж можно наблюдать на стоянке у здания администрации Московского района. Здесь проходит расширенная торговля. Перечень того, что можно увидеть на прилавках, действительно впечатляет. Продукты питания всех категорий, овощи, фрукты, предметы декора и интерьера. И все по доступным ценам. День расширенной торговли в этом году совпал и с большим праздником. Сегодня свой день рождения отмечает Московский район. В центре ярмарки ее гостей ждала концертная программа от лучших музыкальных коллективов. Московский район – это более 235 тысяч жителей. Это динамично развивающийся район. На наших глазах вырастают целые микрорайоны, жилые строятся, садики, детские, школы. Открываются новые предприятия, создаются рабочие места. Но самое ценное для района – это его жители. В Бресте ярмарочное движение уже имеет большую историю. И сельскохозяйственные ярмарки, и школьные базары давно стали визитной карточкой областного центра. Однако город меняется, город расширяется. Сегодня активно идут поиски новых форм работы с населением. Первые приятные изменения Брещане заметят уже в преддверии Нового года. Оставим на Гоголя пока новогоднюю ярмарку. Но уже в этом году, я заранее анонсирую, мы покажем новый формат новогодней торговли. На участке от площади Ленина и до Карломарса мы по-европейски ставим новые торговые ряды, стилизованные под деревянные такие домики. Там будет горячий чай, кофе, глинтвейн, новогодние игрушки. Поэтому каким-то образом мы трансформируем и новогодние ярмарки, чтобы образ ярмарки соответствовал образу европейского динамичного красивого города. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Денис Величкевич, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрите «Итоги недели» на БУК-ТВ. Продолжаем разговор о важном и актуальном. Совершенствование подходов к обеспечению охраны труда обсудили в Бресте. В областном центре проработали вопросы, посвященные данной теме. На мероприятии специалисты в сфере охраны труда имели возможность сверить часы и обменяться опытом. Изучение и выявление возможных причин производственных несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, пожаров, а также разработка мероприятий и требований, направленных на их устранение, позволяют создать безопасные и благоприятные условия для труда человека. Это основные тезисы, озвученные участниками заседания Городского дня охраны труда. С подробностями Лариса Осмолович. Учиться, учиться и еще раз учиться. Нестареющий лозунг в наше время. В таком сегменте экономики, как охрана труда, он также не теряет своей актуальности. Информация, новые знания, практические советы, а также анализ сложившейся ситуации в Бресте в этом разрезе – все это смогли получить участники семинара совещания, на котором говорили о людях труда и о сохранности их жизни. Ситуация в этом плане в областном центре достаточно неплохая. Но 14 несчастных случаев, один из которых со смертельным исходом, зафиксированы. Наша самая главная задача в сегодняшнем мероприятии – это разобрать каждую ситуацию и чтобы в дальнейшем ее не допускать. В этом году субъектами хозяйствования всех форм собственности направлено 36 миллионов рублей на предупреждение по несчастным случаям. А также работают в городе Бресте две мобильные группы – в Ленинском и в Московском районе, которые за 9 месяцев текущего года проверили 133 субъекта хозяйствования. Сегодня выявлено более 3000 правонарушений, которые могли подвергать к несчастным случаям. По результатам мы даем рекомендации, устанавливаем сроки их устранения и, конечно, их отслеживаем и контролируем. Контролировать, отслеживать, держать руку на пульсе постоянно. Только в Бресте есть 707 предприятий, эксплуатирующих 5,5 тысяч потенциально опасных объектов. Решение проблем, связанных с обеспечением здоровых и безопасных условий, в которых протекает труд человека – одна из наиболее важных задач в разработке новых технологий и систем производства. И в этом вопросе важно объединиться и руководству предприятий, и инспекторам по охране труда, и представителям профсоюзов. Состояние аварийности и травматизма в городе Бресте у нас находится на минимальном уровне. Оборудование, которое нам поднадзорно. Мы имели один инцидент только в 2015 году, один инцидент в 2016 году с автомобильными кранами. Никто не пострадал, была поломка оборудования. В 2017 году, слава богу, у нас в этом плане тишина и застой. Чего зависит жизни людей? Жизни людей зависит, это, конечно, от квалификации персонала. Очень много зависит. У нас есть учебные центры, которые по нашим направлениям проводят обучение. Мы там принимаем экзамены. Очень строгий подход. Человеческий фактор, как правило, влияет очень много. Допустим, по результатам всех расследований, которые у нас основная масса приходит, мы проводим, получается, что это личная неосторожность или какая-то безалаберность людская. Как правило, оборудование поддерживается в нормальном состоянии. В городе Бресте у нас около 4 тысяч общественных инспекторов. То есть в каждом трудовом коллективе, где есть профсоюзная организация, там выбраны неравнодушные люди, которые знают это дело, помогают нанимателям, выявляют определенные недостатки, нарушения, пишут рекомендации. Иногда это устно проходит. Но всегда реакция от нанимателей правильная, положительная. Строительство – зона повышенного риска в этом секторе экономики. Несмотря на многолетний процесс реформирования, охрана труда остается на неудовлетворительном уровне. И опять же, во многом имя этой неудовлетворительности – человеческий фактор. Точно такие же проблемные моменты отслеживаются и на транспорте. Если авария происходит по вине нетрезвого водителя, если нарушаются все регламентированные нормы по охране труда, кто в этом виноват, а потому на вопрос «от чего» зависит сохранная жизнь человека, отвечают просто. От самого человека. Он должен научиться сам беречь себя, заботиться о себе и своей семье, прийти на работу здоровым и таким же здоровым с нее уйти. Нацеливать на то, чтобы люди повышали свой уровень квалификации, изучали необходимую литературу и интересовались охраной труда, поскольку все-таки это жизни людей. Охрана труда людей, охрана их жизни – дело государственное. Поэтому столь важно не допустить каких-либо нарушений, ведь и средства, и возможности для выполнения всех требований по охране труда есть. Не хватает порой лишь желания сделать все так, как нужно. Сейчас о других событиях и мероприятиях. Их труд почти всегда остается в тени, однако без этих людей в белых халатах не обходится ни одна операция. День анестезиолога отметили на этой неделе во всем мире. В преддверии даты нашим корреспондентам удалось побывать в Брестской областной больнице, попасть в оперблок и воочию понаблюдать за работой врачей-анестезиологов. О том, что главное в этой профессии и каково это – работать без права на ошибку. Расскажем далее. На часах 9 утра операции уже идут. Здесь каждый день анестезиологи и хирурги вступают в борьбу со смертью. Здесь счет идет на секунды. В первом реанимационном отделении Брестской областной больницы 12 коек интенсивной терапии и 12 операционных. В месте, где каждый день спасают жизни, спокойно не бывает никогда. В день здесь проводится порядка 30 операций с вовлечением анестезиологической службы. В месяц около 400-500. Врачи-анестезиологи и реаниматологи – это люди, скажем так, эмоционального труда. В любом случае, каждого пациента пропускаешь через себя, переживаешь за него. И если что-то идет не так, всегда очень как-то неприятно, на душе остается осадок такой нехороший. Поэтому надо достаточно всегда быть собранным, теоретически хорошо подкованным, для того, чтобы хорошо сделать свою работу. В первом реанимационном областной больнице трудится 12 анестезиологов. Большинство из небольшого коллектива – молодежь. В их числе Юрий Дыриков. Работает три месяца. При выборе специальности решил, спокойная работа в кабинете не для него. А потому и предпочел одну из самых сложных и эмоционально тяжелых профессий. Самое сложное в нашей работе – это общение с родственниками. Потому что пациенты тяжелые, надо очень хорошо дать им понять, что происходит с его родственником. И дать им надежду и веру, чтобы они с ней шли. Да, пациенты тяжелые. У нас специфика отделения – это нейротравма. Это закрытая черепно-мозговая, открытые черепно-мозговые, нингита. Чтобы операция прошла безболезненно, это основная, но далеко не единственная миссия врача-анестезиолога. На протяжении всего хирургического вмешательства они находятся рядом с человеком, контролируя его состояние от и до. Профессия требует глубоких теоретических знаний и практических навыков. Врач-анестезиолог участвует в предоперационном осмотре пациента, оценки степени риска анестезии, выбирает метод анестезии, проводит соответствующую анестезию, участвует в наблюдении пациента в раннем послеоперационном периоде. Если требуется наблюдение за пациентом более длительное, пациент в послеоперационном периоде наблюдается в отделении интенсивной терапии, также под патронажем врачей-анестезиолога-реаниматолога. В нашей специальности ни в коем случае нельзя паниковать, быть уверенным в себе, и это должен быть определенный багаж знаний. Знаний и умений. Потому что не все, что дается прочитать в учебниках, ты это запоминаешь. Естественно, нужен практический навык, который наши доктора, более опытные, с большим желанием передают нам, молодым специалистам. Первому отделению анестезиологии реанимации Брестской областной больницы 43 года. Сколько за это время было спасено человеческих жизней, можно только представить. Сегодня хирургия стремительно идет вперед. Спектр оперативных вмешательств значительно расширяется. Проводятся трансплантации органов и тканей, различные кардиохирургические операции. Повышается и квалификация врачей. Это значит, что наше здоровье и жизнь в надежных руках. К другим новостям. С наступлением осенне-зимнего периода световой день становится все меньше. Видимость на дорогах ухудшается. Сложнее ориентироваться в окружающей обстановке становится всем участникам дорожного движения. Сводки госавтоинспекции неумолимо сообщают об увеличении дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. За сухими цифрами человеческие жизни, среди которых, к сожалению, встречаются и детские. С начала 2017 года на Бречне зарегистрировано 33 ДТП с участием детей, в которых пятеро погибли. Как позаботиться о собственной безопасности и не проиграть в дорожной битве, выясняла наш корреспондент Ирина Альшова. Гершоны. Средняя школа номер 21. Сейчас уроки во второй смене закончатся и детвора отправятся домой. Каждому из них предстоит преодолеть несколько сотен метров до своего жилья по темным обочинам и тротуарам. Как позаботиться о безопасности их передвижения? Руководство школы и педагоги постоянно ведут с ребятами разъяснительную работу. Это касается и работы с детьми по движению по тротуарам, которых у нас не так много, а основные улицы у нас грунтовые, и по ним ходят дети и ездят машины. Поэтому обращаем внимание, что обязательно ребенок должен быть внимательным во время пути и обязательно поворачивать голову во все стороны. Активную позицию в профилактике детского травматизма на дорогах занимают и сотрудники областной госавтоинспекции. Для проведения акции выбрано вечернее время. Так нагляднее и ярче заметны все преимущества светоотражающих элементов. Да и средняя школа номер 21 в качестве примера выбрана не случайно. Безопасность детей на сегодняшний момент, особенно в осенний период времени, это основа всех основ. Мы не просто так выбрали сегодня 21-ю школу. Почему? Потому что именно детки, которые учатся в этой школе, двигаются по дорогам, в том числе по краю проезжей части, где освещение оставляет желать лучшего. Почему для перевозки детей в машине придумано автокресло? Для чего нужно оборудовать велосипед катафотами и фонарями? Зачем надо носить светоотражающий элемент и какого он должен быть цвета? От сотрудников ГАИ ребята получили знания от компании «Промтрансинвест» нужные подарки. Фликеры и жилеты станут дополнительной гарантией безопасности. Мы желаем всем детям только здоровья, но для того, чтобы уменьшить риск получения травмы, мы участвуем в этой акции. То есть предоставив фликеры, светоотражающие жилетки, для того, чтобы люди могли избежать каких-то травм, снизить уровень травматизма. Никто не отменялся, это возвращающий элемент. На сегодняшний момент самая главная защита, не только ребенка, но и взрослого в том числе, это использование фликера в темное время суток. Проезжая часть – место повышенной опасности. И здесь всем нужно быть предельно осторожными, напоминают в госавтоинспекции. Поэтому каждый из юных участников акции стал обладателем фликера. Теперь обозначить себя в темноте будет проще. Фликер нужен для того, чтобы когда едет машина, она тебя увидела в темное время суток. Я всегда ношу фликер. Он нужен, чтобы в темное время суток, когда едет машина, тебя увидели и не сбили. Научите детей быть внимательными и осторожными на дороге круглый год и в любое время суток, потому что правила дорожного движения написаны кровью. Ирина Альшова, Андрей Щербан, Антон Луговкин. Специально для итогового выпуска. В пункте пропуска Козловища был задержан автомобиль, в котором перевозились предметы, имеющие повышенный фон ионизирующего излучения. Грузопассажирский микроавтобус задержан до выяснения обстоятельства. Источник радиационной опасности исследуется специалистами. Такова легенда республиканского командно-штабного учения, которое прошло на текущей неделе в областном центре. В рамках комплекса специальных мероприятий был отработан механизм взаимодействия всех служб при возникновении такого рода чрезвычайных ситуаций. Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая побывала в эпицентре событий. Обычный день в пункте пропуска Козлович. В рабочем режиме проходит проверка документов и досмотр грузов. Никто не подозревает, что вот-вот на территорию комплекса въедет автомобиль перевозчика ионизирующего излучения. Ситуация смоделирована, однако действия, которые должны быть отработаны, реальные и эффективные. В сценарии учений при пересечении границы со стороны Республики Беларусь и прохождении контроля было обнаружено источник грузовичного излучения. И уже в дальнейшем идет процедура работы всех служб взаимодействия. И в том числе и погоничного комитета, следственного комитета, органов внутренних дел и, конечно же, работников Министерства по чрезвычайным ситуациям. Работники МЧС играют здесь, можно сказать, основную роль, потому что и служба химической защиты, и скорой медицинской помощи задействована. Также задействованы и другие службы взаимодействия, в том числе и Красный Крест. Пункт пропуска Козловича – один из наиболее популярных в Брестской области. Ежесуточно здесь пересекают границу в оба направления порядка 2400 автомобилей. Благодаря специальной технике, а точнее датчикам, реагирующим на ионизирующее излучение, проблемный грузопассажирский микроавтобус был замечен здесь уже на втором этапе контроля. На каждом переходе у нас есть радиационные ворота, которые именно определяют повышенный радиационный фон. Сотрудники таможни имеют специальные приборы, которые могут найти повышенный радиационный фон, определить радиоизотоп. То же самое имеет и пограничная служба. Основная роль санитарной службы заключается в том, чтобы вовремя прибыть к месту случившегося обнаружения источника индивидуального излучения, оценить обстановку и, главное, посмотреть, правильно ли действуют все привлеченные службы с точки зрения, не получая персоналом переоблучения дозы, чтобы опасно для здоровья. После того, как автомобиль был вычислен, его отправляют на санитарную стоянку, где службами контроля таможни проводятся специальные измерения. Согласно замыслу учений, уровень излучения в автомобиле превышает показатели нормы в несколько раз. Ситуация чрезвычайная, а это значит, что теперь в работу включаются и сотрудники МЧС. Проведенные оперативные мероприятия позволили обнаружить среди перевозимых вещей капсулу, содержащую ионизирующее излучение. С помощью специальных сейфов-эвакуаторов она была доставлена вместо экстренной безопасной утилизации. Такие случаи у нас не единичные, они у нас случаются, случаются причем регулярно, два-три раза в год. Но таких, скажем так, масштабных действий не доходило. Да, используются и службы МЧС, и другие службы. Но для чего и проводятся эти учения, для того, чтобы еще раз отработать в целом весь алгоритм. Командно-штабные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций призваны сплотить в рамках деятельности представителей различных служб. Благодаря слаженным действиям всех подразделений и ведомств был достигнут высокий уровень выполнения задания. Как итог, заслуженная оценка отлично от командования учениями. И это все на сегодня. Сразу после прогноза погоды вы окунетесь на нашем канале в мерки на приключения и документальных сериалов. Так что не переключайтесь. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании booktv.by, а также на нашем канале в YouTube. Я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. Холодный антициклон вытеснил тепло за пределы Белоруссии. Существенно похолодало. В воскресенье в Бресте ожидается дальнейшее понижение температурного режима. 22 октября погодные условия на территории Белоруссии будет в основном определять периферия холодного антициклона, путь которого пройдется в Скандинавии на центральные районы России. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 6-8 градусов со знаком «плюс». 23 октября в понедельник существенных изменений в погоде не ожидается. Будет дождливо и пасмурно. Температура воздуха минимальная ночью плюс 5-7 градусов, максимальная днем не более 8 тепла. Распродажа в магазине «Элма». Цены от 5 рублей. Ждем вас! Брест торговый центр «Галерея Гранд. Первый этаж». Брест торговый центр «Элма». Брест торговый центр «Элма». Брест торговый центр «Элма». Брест торговый центр «Элма». Продолжение следует...